Итак, сегодня среда, с вами Александр Котин на канале Амаркетс в рубрике «Открытый микрофон». Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Не знаю, когда вы меня будете смотреть, это в принципе не важно. Я расскажу о том, что я вижу на финансовых рынках с точки зрения подходов торгового хаоса и вообще тех методов, которыми я занимаюсь, с помощью которых я вижу рынки. И в общем все увидите, поехали. Начнем мы традиционно с евро-доллара и я, кстати, хочу ответить для начала на вопросы, которые, возможно, есть под предыдущим моим роликом. Спасибо за психологию, пожалуйста. Это одна из моих фишек, кстати сказать, психология. Просузить количество сигналов тоже, пожалуйста. Просто так, про золото я ответил на вопрос, в принципе, ответил в комментарии. И по фунту, по фунту тоже здесь мы разобрались. Вроде больше вопросов нет. Если у вас они появятся, пожалуйста, пишите их в комментариях под данным роликом. Я на них отвечу, либо сам зайду, прямо отвечу в комментарии, либо отвечу уже в следующем видео, которое будет через две недели, поскольку это может быть необходимо, когда нужно что-то показывать на графике какого-либо инструмента. Ну, а мы начинаем с евро-доллара. Обратите внимание на то, что на недельном графике тенденция не поменялась. Ну, естественно, на мой взгляд, это так. Сейчас на дневном мы видим нестабильный рынок. Я считаю, что при вот таком вот рассмотрении это может быть 1.2, поскольку здесь поменялся угол наклона цен. И это может быть волной 1 и вот сложной второй волной, которая здесь по времени уже на длительное, на длительное такое время растянулась. Так вот, в данном случае эта коррекционная структура, она может быть незавершенной и может иметь А, Б, С, Д. Ну, вот как-то вот так вот. И еще, собственно, какой-то волны Е здесь не было. После ее появления, я думаю, что мы можем пойти вниз. Поэтому пока здесь торговать сложно. И be careful, be cautious. То есть будьте осторожны. Здесь и в данном случае на внутреннем таймфрейме это сигнал больше для продолжения, точнее паттерн для продолжения снижения. И наблюдайте, если вдруг будет зацеп минимума, возможно, что очередной ABC паттерн закончится. И я думаю, мы сможем сходить еще вверх. Посмотрим. Дальше. Обратите внимание на британский фунт. На британский фунт. Здесь была интересная структура. То есть какой-то первый импульс вверх. Особенно хорошо видно на четырехчасовом графике. Один, два, три, четыре, пять. Дальше пошла коррекция. По всей вероятности, то, что мы сейчас здесь видим, это очень походит на формирование сложной коррекционной структуры. Возможно, плоской, возможно, треугольной. Пока это бывает непонятно. Но я бы смотрел долгосрочно сигнал на вход от вот этого минимума. То есть если мы его цепанем, то есть цена туда спустится, мы его зацепим. И я думаю, что отсюда мы сможем пойти вверх. Пока, если вы торгуете внутри дня, тоже будьте внимательны, будьте осторожны по причине того, что здесь, по всей вероятности, тоже формируется коррекционная волна. И это была только А, Б. Я бы стал рассматривать внутридневные продажи только после обновления максимума волны А и формирования четкого сигнала. И я думаю, что отсюда можем пойти в новый импульс. То есть первая, вторая, вот в этой самой С относительно старшего таймфрейма. Так вот, внимательно. С фунтом, дальше франк. Он очень сильно походит на евро. Я много рассказывать об этом не буду. И потому что тут все то же самое, только в противоположную сторону. То есть один и, возможно, вот это два. То есть вот она структура. И по всей вероятности она тоже незавершенная. Тоже незавершенная. То есть вполне возможно, что выглядит она вот так или достроится вот до такой вот версии. А, Б, С, Д. Возможно, еще какая-нибудь волна Е. Может появиться. Поэтому наблюдайте. Здесь пока торговля также осложнена. И очень возможно, что какие-то красивые паттерны они придут с меньшего таймфрейма. С, может быть, 30 минут, может, с 15 и так далее. Идем дальше. Иена. Иена очень хорошо. Ее можно прочитать на 12-часовом графике. Если мы уйдем с вами в часа 4, то здесь будет все сильно сложнее, потому что очень будет много пересечений через линию баланса. Поэтому нужно подбирать таймфрейм там, где, в принципе, можно прочитать этот паттерн. На дневном графике я думаю, что это выглядит как некий импульс вверх. Возможно, первое – вопрос, второе – вопрос. И здесь тоже достаточно сложный коррекционный паттерн. Вполне выглядит как АБЦ. И вот на дневном, точнее, на 12-часовом графике это выглядит достаточно хорошо. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Где-то максимум движущей силы. Но явно он не в третьей волне. Значит, это не для этого масштаба таймфрейм, либо это удлинение третьей волны в этой самой волне C. Поэтому я и думаю, что мы можем снизиться где-то вот сюда, в район 61,8. Поэтому данный инструмент я пока не рассматриваю для торговли. Он тоже пока, на мой взгляд, не торгуемый. Дальше идем. Австралийский доллар. Давайте обратим внимание на то, что на дневном, ну плюс-минус там на 12-часовом графике у нас 1, 2, 3, 4, 5 с максимумом движущей силы в третьей волне. Поэтому я рассматриваю коррекции. Это 61,38,2. Это 61,8. Соответственно, здесь формируется какая-то коррекционная структура. Возможно, может быть, это первая в волне А и так далее. Ну, сейчас все это увидим на меньшем таймфрейме. На 12-ти часах, как видите, здесь дивергенции нет, что может свидетельствовать о том, что это была троечная волна А. Имеется в виду А в виде тройки. Ну, или как-то по-другому. Не суть важна. В этом случае волна Б может уходить выше 61,8. То есть формировать вот такую структуру, которая может прийти практически к основанию волны А. Поэтому будьте также внимательны. Вот это движение вверх очень напоминает пятиволновой импульс. И я бы не стал в данной ситуации пока искать точки входа в шорт. Я бы дождался формирования всей вот этой коррекционной структуры, потому что практически все волны Би, они сложные для торговли. Новозеландский доллар. Здесь он практически ничем не отличается от австралийца. И на данном снижении мы также не видим дивергенции, что также может говорить о том, что мы можем пойти чуть-чуть повыше внутри вот этой волны Би. На старшем интервале, где-то примерно в 12 часах, мы увидим такую же структуру, где волна 3 и волна 5, они будут одинаковы. То есть 3 не самая короткая по всем правилам. И удлинение пришлось на первую волну до 100-4 заходит за первую. Это правило может нарушаться, и это нормальная история. Дальше что? Ну, в целом по новозеландцу все. Идем к канадцу. Канадец я пробовал покупать с этого бара, уже сократил риски по фракталу. А почему я пробовал покупать? Ну, во-первых, если взять дневной график, здесь мы видим ABC паттерн, и вероятно наверху у нас закончилась только третья волна, то есть очень возможно развитие вверх. Во-вторых, на 4-х часах мы пришли вот в этот минимум, его слегка так выбили и пошли вверх. Очень возможно, что это первая, какая-то первая волна, причем в ней опять же удлинение приходится на первую волну. 1, 2, 3, 4, 5, 3 и 5 равны. Первая с удлинением, максимум АО в третьей волне, все как положено. Дальше движение вверх явно имеет коррекционный характер. Я посчитал, что оно выглядит вот так, как ABC, если, соответственно, меня здесь выбивает, значит, возможно, это только А, и в данном случае идет волна С, и после ее завершения я снова буду заходить вверх. Вот так. То есть я не буду где-то разворачиваться здесь, пытаться там в продажу выходить и так далее. То есть в данном случае у меня есть импульс, и моя стратегия такова, что я торгую в сторону этого импульса, с коррекцией пытаюсь зайти в новый импульс вверх. Это нормальная история. Но если срабатывает стоп, значит, срабатывает стоп. Это риски заложены в мой торговый план. Дальше что? Также хочу сказать, в самом начале забыл пояснить то, что завтра я проведу открытый стрим, на котором мы, ну, естественно, он будет на моем канале, на котором мы попытаемся в течение двух часов найти какие-то точки входа на различных рынках, возможно, даже на тех, которые вам будут интересны. Это вот не будет иметь значения. Где будет ситуация, там мы ее и возьмем. Дело в том, что в прошлый четверг я провел воркшоп. Это было 12-часовое мероприятие, закрытое мероприятие. И мы сделали 4%. По крайней мере, я на своем счете сделал 4% в присутствии зрителей. И это была крутая доходность за один день. И всего за две сделки. Убыточных сделок там не было, потому что мы очень тщательно отбирали ситуации и ждали точки входа примерно 5 или 6 часов. Было очень круто. Есть отзывы. Отзывы я размещу скоро на странице, на своей странице в интернете. Имеется в виду на сайте fxcoach.ru в разделе отзывы. Идем дальше. Золото. Золото, на мой взгляд, оно не торгуемое в настоящий момент времени. То есть 1, 2, вероятно 3. Это сложная коррекционная структура. И пока она не закончится, я считаю, что дальше вверх мы не пойдем. А вообще тенденция здесь сохраняется восходящей. Я думаю, что после коррекции мы пойдем выше. Серебро такая же ситуация. То есть вверх у нас прошел какой-то пятиволновой импульс. Он сейчас корректируется. Корректируется, вероятнее всего, какой-то сложной коррекцией. Это больше походит на сложную волну B. И по всей вероятности волны C могло не быть здесь еще. И точки входа, я считаю, могут прийти после зацепа минимумом волны A. Ну так я это называю. Идем дальше. S&P 500. Здесь, на мой взгляд, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь есть пятиволновой импульс. Но есть вариант того, что эта ситуация может пойти в удлинение. И в этом случае будет формироваться некая вот такая вот структура, которая присуща вообще в принципе индексам. Если вы посмотрите, например, вот на эту часть, тут так рынок и вел себя. Поэтому пока я это рассматриваю как ABC, но есть вариант с удлинением, потому что текущее движение, оно очень походит больше на импульсную волну, честно говоря, чем на коррекционную. Биткоин, хотел бы обратить внимание на то, что все восходящие движения по биткоину шли примерно вот так. То есть и то, что идет в направлении основного тренда, основной тренд там был восходящий, это просто все такая вот большая коррекция. Эти движения, они имеют вот такую структуру, то есть как бы идут по экспоненте. А то, что идет вниз, что здесь, что здесь, имеет структуру какой-то вот такой коррекционной волны. Поэтому если мы это рассматриваем как какой-то такой вот жесткий треугольник, который здесь существует уже очень долго по времени, потому что все минимумы и максимумы, они в пределах предыдущих минимумов и максимумов, и, собственно, формируется такая вот треугольная коррекция, то я считаю, что в четырех часах мы видим очередную ABC-коррекцию, и, в принципе-то, она может прийти куда-то вот в 61,8. Здесь вот явно структура продолжения вот этого импульса. Тут опять же сложная коррекция треугольная. И я думаю, что максимум, который был образован 30 апреля, он будет преодолен. И 1, 2, 3 – это четвертая волна, по всей вероятности, в волне C. И вот, скорее всего, после завершения вот этой тройки мы нарисуем еще какую-нибудь тройку вниз, уже без обновления вот этого минимума. Ну, это, естественно, фантазии на тему. Я не претендую на то, что я вот окажусь прям прав или не прав. Честно говоря, я не строю свою торговлю на прогнозах. Я захожу только в те рынки, которые мне понятны, которые более-менее хорошо смотрятся. И это все, естественно, на мой абсолютно субъективный взгляд. Нефть марки Brent. Обратите внимание на неделю. 1, 2, 3. Вероятно, здесь может быть развитие четвертой волны уже. То есть вот третья завершилась. В принципе, тут есть дивергенции, есть пятилуновой паттерн на дневном графике. И вполне вероятно, что мы корректируем уже всю вот эту волну. Но глобально, на мой взгляд, это еще не все. То есть вот этот минимум, я думаю, мы можем еще пощупать через какое-то время. Понятное дело, что на коррекцию, вот на эту коррекцию, уйдет какое-то время, и это все произойдет не быстро. Это все произойдет не быстро. 1, 2, 3. Скорее всего, развивается здесь только волна А. Зона для коррекции примерно где-то вот здесь. Это где-то примерно 37, там 37.50, возможно, даже 38. Долларов за баррель, разумеется. По нефти вроде все. Давайте посмотрим, что у нас происходит с фьючерсом на доллар. Обратите внимание на дневной график. Я считаю, что есть вероятность укрепления рубля пока что. Тем более, что нефть сейчас растет. И вот 61.8 от этого импульса вверх, я думаю, что мы сюда можем скорректироваться. Причем эта структура, она выглядит вот так. А, В и вероятно 1, 2. И возможно, развитие третьей волны в волне С. Поэтому, когда мы переходим с вами на 4 часа, здесь уже получается у нас 1, 2, вот вероятно развитие третий. Также мы с вами посмотрим индекс РТС. РТС. И что там происходит. Обратите внимание также на дневной график. Здесь была тройка. Вот, скорее всего, это прошла некая волна А. При троечной волне А мы можем корректировать ее волной Б практически выше 61.8. То есть, очень высоко. То есть, в данном случае, скорее всего, идет развитие импульсной волны какой-то. Возможно, это там волна А внутри вот этой волны Б. Мы этого сейчас знать не можем. Но тут есть некоторые интересные моменты. Во-первых, мы не обновили максимум. Во-вторых, здесь внутрь ушел импульс. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. То есть, вот это движение, если вы его откроете в другом таймфрейме, там будет дивергенция, разумеется. А движение вверх, оно выглядит как тройка. То есть, очень вероятно, что это некая А, которая корректирует вот этот подъем, импульс вверх какой-то. И вот отсюда, я думаю, что можно будет рассматривать покупки при наличии ABC паттерна. То есть, ABC. Либо, ну, естественно, внутри волны С должно быть 5-ти волновое движение. Либо здесь уже идет развитие волны какой-то вверх. Поэтому я бы работал от каких-то четких паттернов. Здесь, возможно, есть сигнал продажи. Но я бы обращал внимание на тренд. И обращал бы внимание на формирование четких паттернов. На этом, пожалуй, у меня все. Если будут вопросы, пишите их в комментариях. Возможно, вам будут интересны какие-то инструменты. И мы их посмотрим в следующий раз через 2 недели. Приглашаю вас на свой стрим. Он будет завтра в 11 часов по московскому времени на моем канале FX Coach. Приходите. Я надеюсь, что будет интересно. Возможно, мы найдем какие-то ситуации. Пообщаемся по поводу финансовых рынков. Жду. До встречи. И на этом у меня все. С вами был Александр Котин. Пока.